Я, как всегда, беру везде эпиграф. Здесь никак не удается. Настолько связано все вместе. Придется просчитать всю главу, но я местами буду останавливать и пояснять. Мне пришел заказ на эту главу. Очень далеко отсюда, за границей. И чтобы сегодня, в субботу, сказать. Прямо рамки поставили какие. У меня эта тема созревшая. Тем более у меня такие побочники. Слушайте очень внимательно. Касаться будет нас, но с такой стороны, что мы даже не будем понимать, что нас это касается. И собрал Иисус все колена Израиля во всех хем. И призвал старейшин Израиля, и начальников его, и судей его, и надзирателей его. И предстали пред Господа Бога. И сказал... Так я попутаю. Предстали пред Господа Бога. Вот собрались мы. Мы куда предстались туда? Чтобы галочку поставить, чтобы не исключили меня. Потому что два-три раза в воскресенье не было. Канун гласит, что ты исключаешься. Хотя нигде это не действует. Представьте, нужно было собрать. Посылать посыльных. Это было внезапное какое-то решение. А ведь это Израиль для них, для пеших, это пространство было. Где? У кого-то какие-то работы. Все оставить. Они должны прийти. А что случилось? Никто не знает. Никаких повесток, ничего больше не было. И вот дальше начинается разворачивающаяся картина тысячелетий. И сказал Иисус всему народу. Так говорит Господь Бог Израилев. За рекою жили отцы ваши в Издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки, и водил его по всей земле Хананской, и размножил всеми его, и дал ему Исаака. Народ весь собрался. И теперь историю, которую они передавали из уст в уста. Библия может быть одна на всю страну, и мы узнали действительно так. Одна. А что передать-то? Вот даже сейчас будут читать, и вы не передадите. Ну так, в общем. А это названия, места, какие были представители от этого колена, семейства. И вот для чего говорит. Не просто так. Вот мы любили друг друга, у нас много детей. Вот у нас мама до 12 лет родила. Здесь Бог дал. Ты это помни. Что мне жизнь назначена Бог дал. И он проводит, это все тебе Бог давал. А вы говорите, а мы смелые, мы учились, тренировались, 40 лет оружие из рук не выпускали. Мы победу одержали. Нам есть о чем думать. Попутно говорю, 9 мая даже Сталин отменил. Это не победа. Это внутреннее поражение было. За каждого убитого немца 5,5 платили людей. Не было такой войны никогда. В первом же месяце почти 4 миллиона потеряли только в плен. Более позорного времени не было. И поняли, праздновать-то нечего. А сейчас другого-то ничего нет. И вот теперь он напоминает им. Вы высчитайте, не просто так. Вас было меньше в сотни раз, чем народов. И все легли к вашим ногам. Давайте еще раз историю перелистаем и нашей страны. Идет. Исаак удал Якова и Исаава. Исааву дал Ягору Сеир в наследие. Яков же и сыны его перешли в Египет. И сделали их там народом великим, сильным и многочисленным. И стали притеснять их египтяне. У нас не получается так. Сейчас пришла газета. Огромный заголовок. Страна огромная, а рожать некому на развороте. И дальше дается. В среднем сегодня, у меня устаревшие данные, тут оказывается еще меньше. Меньше, чем 1,7 ребенка на семью. Меньше. У мусульман в среднем 8,1, даже больше. Сравнивать-то не приходится даже. Огромное пространство. И дальше идет перспектива по процентам. Сколько будет, уменьшение стремительно идет вниз. Никого нету. Земля пустой не будет. Приготовьтесь. Это нам колокол, тяжелый колокол бьет. Где мы будем? Где дети будут? Вот сейчас двинутся сюда. Среди зимы нас выкинут. Посмотри с любовью на ту постельку, где ты ложишься. Посмотри на двери, которые ты открываешь, от которой есть ключ. Это он им напоминает. Вы где были? Рабы были. Презренные. Вам не командовали. Девочек для гаремов. А мальчиков убивать, как рождается. В роддомах висело повеление. Убивать мальчик, ну ее ясно рождаются. Иголка воткнула, его нету. А на бабке-акушерке боялись Бога. И этого не делали. И Бог размножил вас. В России было это перед революцией. Каждый год прибыль. Живой прирост был. 3-5 миллионов в среднем. И этого не оценили. Мы оценили даже вот это мирное время. Спокойно приходим. Просто нужно один раз остановиться и посмотреть, что нас окружает. Какое место, где мы приходим, в какой тишине. Никто не ломает нам двери, ни окна. Господи, да как ты велик. А где ваши дети ходят? Да и до одного переворвали бы за одну ночь. И никто бы не знал. И считаем дальше. А народ слушает, стоит. И послал я Моисея и Аарона. И поразил Египет язвами, которые делал я среди его. И потом вывел вас. Я вывел отцов ваших из Египта. И вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне гнали за отцами вашими с колесницами. И всадниками до Черного моря. Но они возопили к Господу. И он положил облако и тьму между вами, египтянами. И навел на них море, которое и покрыло их. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пустыне. И привел я вас к земле Амариев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши. И вы получили наследие землю их. И я истребил их пред вами. Восстал Валах, сын Сифоров, царь Моавицкий. И пошел войной на Израиля. И послал и призвал Валаама, сына Веорова, чтобы он проклял вас. Но я не хотел послушать Валаама. И он благословил вас. И я избавил вас из рук его. Но к нам отношение будет других народов. Все по-другому. Если у нас будет закон на первом месте. Люди едут отдыхать какие-то курорты. За рубежом так. Едут такой курорт. Один вопрос задают. А русские там будут? Если будут, на этот курорт люди не едут. Сегодня, сегодня, вот как себя ведем. Ну, не мы ездим туда. Но это наши сородищи. Я с мусульманами когда говорю много. А вы на своих посмотрите, что они делают, когда приезжают наши здесь. Им нужен суровый закон. Они выпускают. Нарушили их. Правила, оттуда он не выйдет уже. Я вчера внимательно посмотрел. Один из России в Дубаи. Там государство такое мусульманское. И какие порядки. У нас во сне этого не видели. Какая строгость. И как живут. Богащей, кажется, никого в мире нет. Какие строения. И главное, законы, которые в чем-то ущемляли женщину. Мусульманство. Все делать мягче и мягче. Позволили за рубеж садиться. Это они не видели. Разрешили быть начальником какого-то отдела, предприятия. Это вообще не было нигде. А они, а у нас как? К чему угодно мужья. Надо просто научиться сравнить. И Господь говорит, вот что народы были. Я убрал их, чтобы вам расчистить место. Где мы будем? Нас Господь просто махнет и все. Но нельзя же все время безобразничать и безобразничать. Нас Бог благословляет. Мы русские. Итак. Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону. И стали своевать с вами жители Иерихона, Мария, Ферезея, и Ханане, и Хиттея, и Гергесея, и Эвея, и Иусея. Но я предал их в руки ваши. Я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас. Двух царей Амарийский. Не мечом ты им и не луком твоим сделано это. И дал я вам землю, над которую ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них. Из виноградных и маслячных садов, которые вы не сажали, вы едите плоды. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Требование теперь такое, я дал вам. Когда они пришли, соградаты, на шесте принесли кисть виноградную. Мы даже представить не можем, какой это был виноградный сок, там столько. На шесте сильнейший народ был. И теперь 7 наций составили Антанту. Давайте все вместе. Откуда-то взялись из пустыни пришли. Никто знает эту нацию, никто не знает. Нации, которые сегодня слышат это, они считают у себя. В Израиле это проходят. Пятерки получают. Но у них находятся люди, которые им говорят, каким путем вы этого добились. Сегодня те народы, которые против Израиля воюют рядом, у них территорий в 500 раз больше, чем в Израиле. И ничего не могут сделать. 6 дней провоевали и захватили землю несколько раз больше. Да ладно уж, приехал тут их руководитель в Москву, да уговорили, чтобы больше не стреляли. Все перед ними падает, урушатся советские танки, как спички горят. От Бога. А у нас-то что? Посмотри, какая плодородная земля, какая вода. Да просто нельзя сосчитать даже, что у нас есть. Только в Алтайском крае 460 поселений исчезло. Во всей России 51 тысяча. Государство, образующее основа, разрушено. За время перестройки 120 миллионов абортов, только официально. Государство, каждый день, вот мы пришли утром, завтра, за ночь сейчас день. 20 тысяч абортов, 20 тысяч мальчиков, девочек, тех, которые бы, может, разрешили какие-то вопросы. Поэты, ученые, путешественники, их нету. Это мы, это про нас. Итак, бойтесь Господа и служители, и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить богам, ли которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам и Мария в земле, которой живете. А я, и дом мой, будем служить Господу, ибо он свят. Это он говорит, а вы как хотите, дом, то есть тот руководитель Иисус Новин, который ходил с Моисеем, его преемник, мы никуда не пойдем. Вам нравятся эти бога? Голосуйте за коммунистов. Нравится? Берите там, избирайте себя, но только потом не ровщите. Бог показал, какая свобода дается. Идите, делайте, выбирайте, поклоняйтесь. Что дальше будет? Что они ответили на это? И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которым мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших всей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. То есть они услышали, повторили все эти заслуги. Мы будем служить Богу. Мы это давали обещание Богу доброй совести, в крещении. Богу служить, ничего другого не знать. А так ли это? Где остальное время? Я сколько раз об этом говорил, вот в субботу прийти. Сегодня как-то будто побольше маленько, а то и нету. Некоторые рядом, почему не был? Плечами пожимают. Но сегодня же вас не берут. Да, где-то там уже будет такое. Ты если протеешься там, вакцинация или что-то, страшный штраф и год заключения. Уже вплотную подошли к этому начертанию. Уже сейчас здесь в Барнауле, вот Баран говорит, ехал, истрамает тебя или не запускает никак? Вот как. Мы вплотную подошли, нам уже выбирать не приходится. Времени, не то что мало, нет, и вовсе кончилось. И далее, дали обещание. Иисус сказал народу, «Не возможите служить Господу Богу, ибо Он Бог святый, Бог ременитель, не потерпит беззаконие вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народу Иисусу, «Нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу, «Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему». «Проголосовали. Других богов нам не надо. У нас Библия есть, у нас Евангелие есть. Мы все за». Он стоит, он говорит, «Мне пришло время уходить». Говорят, один человек, роли не играет, играет. Еще какую роль играет? И он говорит дальше. И мы увидим, что дальше было. И дальше посмотрим в новом завете, как это будет наслаиваться и к чему это все приведет. «Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое Господу Богу Израилеву». Народ сказал Иисусу, «Господу Богу нашему будем служить, и глаз своего будем слушать». И заключил Иисус в народном завет в тот день и дал ему постановление закон сей хеми по предскинюю Господа Бога Израилева. И вписал Иисус слова сей в книгу закона Божия, и взял большой камень, и положил его там под дубом, который подле святилища Господне. И сказал Иисус всему народу, «Вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которым говорил с нами сегодня. Он да будет свидетелем против нас в последующие дни, чтобы вы не солгали пред Господом Богом вашим. И отпустил Иисус народ каждого в свой удел». Теперь пошли домой. Мы можем догадываться, как потрясение, а вы что, где мы были, помните, пришли, там пустое место, а почему, говорят, шерши. А где шерши появляется много, человеку не устоять. Он тебе один ударил в лоб, неделю оба глаза будут заплывшие. А когда их много, они везде, на любой высоте, хоть десятый этаж, шерши. У нас по телевкам какие гнезда бьют, а такие вот, как мешки какие навешанные. А Бог их называет претещи. У нас претещи шерши, ян хреститель, а других претещей нет. И народ шел, пришел. Да где был? Ну, кто-то, может, и не пришел болящим. Всем говорят, мы завет запрещили с Богом. Какой блаженный этот народ. Вот, если что-то против, кто скажет, антисемит, это юдафоб. А мы увидим, что под этим именем будет Бог стоять. И Бог будет напоминать об этом. Дальше. После сего умер Иисус, сын Авин, раб Господень, будучи ста десяти лет. И похоронили его в пределе его удела Фомна в Сараи, что на горе Ефремовой, на севере тот горе Гааша. И положили там с ним, во гробе, в котором похоронили его, каменные ножи, которыми Иисус обрезал сынов Израиля в Голгале, когда вывел их из Египта, как повелел Господь. И они там даже до сего дня. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса, и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие он сделал Израилю. И кости Иосифа, которые вынесли сына Израилев из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, который купил Иаков у сынов Емора отца Сихемова за сто монет, и которая досталась в удел сынам Иосифовым. После сего умер и Елеазар, сын Аарона, первосвященник. И похоронили его на холме Финееса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой. В тот день сыны Израилевы взял в ковчег Божий, носили с собой, и Финеес был священником вместо Елеазара, отца своего, доколе не умер, и не был погребен в городе своем, в Гавауфе. И сыны Израилевы пошли каждый в свое место и в свой город, и стали сыны Израилевы служить Астарте и Астарофу, и богам окрестных народов, и предалый Господь в руки иглона царя Моавицкого, и он владел ими восемнадцать лет. Завершающая история входа Израиля. Дали обещание, и главное умирает Аарон и сын его. Еще Бог дает какое-то время. Моисея нет, премьер Иисус Новин, и умерли. И все по-другому пошло. Как надо быть внимательным? Что нам Господь дает сегодня? Что интересно, каждый раз спрашивают о правителях, о патриархе. Я с тысячами людей сообщаю все время. Когда о Боге скажешь, как будто никогда не говорил еще. Сразу раз, скрывается, отключается. Только перекрестишься, как кверх ногами падает. Библию показывают. Мы зовем ко Христу. Сразу исчезает. Примерно девяносто с лишним процентов. Вообще не желают слышать. Теперь открыть нужно будет другие места, увидеть, что же дальше случилось. Псалом 77. Это реквием. Давидовы гуси это пропели. 77 Псалом. 57-58 стихи. Отступали. Изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук. Огорчали его высотами своими, стуканами своими, возбуждали ревность его. Это уже все зафиксировано. И Давид об этом говорит. И высоты строили. Ну же храмы есть. Нет, все кончилось. Бог отверг. А сейчас бывает человек, ну остались дети какие-то, может что-то было делать. Но как-то научить их не научишь, если он не избран. Они все переломают, все сожгут и выбросят. Главное теперь надо просить, чтобы там, где думаем мы, пройти, чтобы там было Богом сказано. Были избранные Богом люди. И таким достаточно один раз только сказать. Во время такие же были люди. И восставали пророки. Мы сейчас посмотрим, что с ними делали не чужие нации, а свои. Ну и русский народ делал революцию-то. Бутово-то, что там есть? Президента повели туда, а он сам в Российской Федерации. Это он полковник, это их органы, которые репрессировали. И он ходил только и повторял чудовищно. Да что же это такое? И это пришло время. Даже те, которые близкие к тем палачам были, и те в ужас приходят. Как подряд, подряд все вырезали. Слой за слоем. Ни одного дворянина, ни одного офицера, ни одного священника. В 57 тысячах храмов осталось только 400. 56 тысяч! А там люди молились, хотели. А кто пытался открывать заново, все до одного косили и косили. Сегодня все больше и больше прибавляют. Профессор Кораблин говорит, 66 миллионов. Только сразу пошли по одно, что миллионов. Пытались сегодня опровергать. Ну говорили, что в войну погибло 7 тысяч. Потом 10, 15, 16, сейчас остановились на 28. Это большая разница. А почему? Ну те, которые умерли от ран, это понятно. Из Икиля 20 глава 27 стих. Пророки восставали теперь и напоминали о том, что было там. Посему говорит дому Израилеву сын человеческий. И скажи им, так говорит Господь Бог. Вот чем еще хулили меняцы ваши вероломно поступая против меня? Я привел их землю, которую клятую обещал дать им, подняв руку мою. А не высмотрев себе всякий высокий холм. И всякое ветвистое дерево стали заколать там жертвы свои. И ставили там оскорбительные для меня приношения свои. И благовонные курения свои. И возле вали там возле яния свои. Смотри, идет. Адам в раю. Прямое общение с Богом. Проходит по тем временам. Это не такой большой промежуток. В 1656 лет. И Бог всех людей называет уже грязью. Растлилась земля. Златоуст говорит землю и назвал человек, взятый из земли. Дальше. На всей земле нашлось только 8 человек. Это сотая, может, тысяча доля процента только. 8. Все пошло под воду. Превращение в нефть, как говорят сегодня. Хорошо. Но теперь поняли? Поняли. 721 год после этого проходит уже во Виламской башне. Построим, сделаем имя себе. Никуда расходиться не будем. А что это такое? Давно ли Русь была крещена? Что из этого осталось? Крещать-то крестили, а людей-то не крестили. Они не знают ничего. Мы сегодня те, которые знают. А мы сможем что-то сделать? Вот пророк из Икеи вышел. Осия 7.16. И они с этими пророками расправлялись самым жестоким образом. Представьте, пророк Ветхозаветий, его называют Ветхозаветий Евангелист Исайя, деревянной пилой пилили, чтобы мышца разрывала постепенно кишки, чтобы больше мышцы деревянной пилой. А остальных побивали камнями. И не где-то перед храмом. Мы сейчас прочитаем, как мы пришли к такой жизни. Осия 7.16. Они обращались, но не к Всевышнему. Стали, как неверный лук. Падут от меча князья, и их задерживались языка своего. Это будет по смеяниям над ними в земле египетской. Один за другим. И когда Стефан будет говорить, 7 глава, Деяния. Деяния 7.52-53. Кого из пророков не гнали отцы ваши, а не убили предвозвестивших пришествия праведника, которого предателями и убийцами сделали лист ныне вы? Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Закон прислужения ангелов, под речи о Моисеи, говорит о том, что перед ним считали Иисуса новином. Вы, вы, то есть народ, я из вашего народа, я еврей. И вот прямо Степана побивает, первомущенник называется, Деяния апостолов. Кого из пророков не гнали, назовите хоть одного пророка, не было такого. Они гнали, они их убивали. А то, что они написали, сжигали. Имея 36 глава об этом говорит. Даже до конца, не до счета, отрезал и в жару мне бросал. А Господь сказал, напиши заново и добавь к тому, что он еще сделал. Это мы просматриваем путь наш. Я прошу, будьте внимательны. Пойдете домой, об этом порассуждайте, посмотрите. Нас побуждает неоткуда-то из далекой Германии. Попросили вчера мне вот это вот взять. Я посмотрел, а как они узнали, кто мы такие? Нам это говорит. А мне накануне, я встаю рано, иногда в первом часу ночи, в втором, и думаю, вопросов много пишут. Отвещать, подумал, как ответить такому человеку, не этому, другому-то. Открываю, где писать, смотрю, мои слова написаны уже. Я так и вдруг никогда этого не видал. Посидел, вернулся. Ошибка? Нет, ни ошибки нету. Без ошибок все написано. Это я, конечно, растолкнул и пошел туда. Кто написал? Никто, потому что это моя страничка. Я, конечно, испугался. Такого никогда не было. Только подумал, что ответить. Мысль сформировалась. Страницу перелистываю, а уже все написано. Я понял, что упустить мне нельзя, я должен это сказать. Кого не гнали? Молчок 57-58. Матфея 21-35. Мы переходим в Новый Завет. Христос пришел. Предвозвестили пришествие. Что, придет Христос? Их всех убили. Свидетелей нету. Виноградове схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Виноградник, как называется, иудея, и Господь посылает, иного убили, другому голову пробили. А они стоят и слушают. Это не просто так. Вот человек, когда хоронят где-то, то место, где хоронят, называется кладбище. А когда скотина дохнет, погибает. Куда ее девать-то? Ее бросают, птицы, звери растаскивают. И то место, тоже так же, как вот свалка, где называется скотомогильник для скотины. Ведь у нас в большинстве случаев храмы-то в скотомогильники превратились. Я об этом молился, скорбел и плакал. Я увидел это все. И ничего нельзя сделать. Ничего. Только своей жизнью мы как-то еще можем, может быть, что-то тронуть. Единицы только, единицы. Об этом Лаврентий Черниговский говорил. Только единицы будут находить правильный путь. Ведений было много. Итак, пришел господин с жертвы. Дали они ему виноград? Нет. Вывели, захватили, убили. Ведь вещь идет о Христе, о пророках. И Господь сказал, я пришел к погибшим овцам Израиля. То есть живого нету. Овцы валяются. Куда он пришел? На скотомогильник. Притом неоднократно об этом говорится. Мы прочитаем Матфея 15.23. Но он не отвечал ей ни слова. Ученики его приступили, просили его отпустить. А он сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израиля. И характеристика, к кому он пришел. Как-то у нас одно время, тут была еврейка, вы знаете, приходила. Отношения были хорошие. Я как-то разговаривался. И возьми, скажи, я говорю, все-таки на земле чистится 2896 наций. Бог избрал только одну. И вот у меня такое впечатление, я просто со стороны как бы, если бы я с человеком разговаривал, кого ты избрал, когда они все против тебя идут. Как будто Бог произвел ошибку какую-то. Как так? Но за этим чудо. Не до конца отверг он народ свой, Павел говорит. Не до конца. И остаток Израиля спасется. Я в интернете много времени провожу. Ненависть к этой нации непередаваемая какая. Я уговариваю, что вы будете все прокляты. Не смотри, что делают сегодня они. Не смотри на то, что тут все буквально приняет этими банками. Ты только благословляй. 12 глава, 3 стих, Бытие. Я подвожу к одному. Нам это разгребать придется. Что наши отцы наделали. Еремея, 2 глава, 30 стих. Еремея, 2, 30. Может, что-то изобретатель не заложил. У меня много мест. Я беру, может, малую часть того, что вижу, что времени уже нет. Вообще поражал я детей ваших. Они не приняли вразумление. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев. И вы не убоялись. Вообще. Вы знаете это слово? То есть я напрасно убивал, а толк то какой. Я убивал их. Они не гожи. Не гожи. Они как вечерние волки до утра кости не оставляют. Священники спотыкаются. Пророки ваши ничего не знают. Лже-пророки. Лже-священники. И это Бог им напоминает в каждом пророчестве. И в Новом Завете мы еще прочитаем. Лука, 11, 49, 51. Потому и премудрость Божия сказала. Пошлю к ним пророков и апостолов. Из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков пролита от создания мира. От крови Авели до крови Захариева, убитого между жертвенником и храмом. Ей говорю вам, взыщется от рода сего. Сейчас человек, когда он мешает, бывает правители засылают туда за границей, достать его и уничтожить где-то. Здесь в одном месте 40 человек добровольно. Их никто не посылает. Они согласились умереть все, чтобы только убить Павла. Не будем есть и пить, пока не убьем. А его не убили. 470 человек военные его сопровождали. Прошли, они утром встали. А кого убивать? Его уже нет, он в другой тюрьме, в другом городе, а там не подойдешь. Они умерли или нет? Мы не знаем об этом. Но они заклялись. Кто-то клятву должен был снять. Сколько людей сегодня, которые буквально клянутся, чтобы не верили во Христа Спасителя. Я раньше никогда не занимался этой темой. А здесь, когда вошел в это, Христос только что сказал. Ключи Царства Твоего. И он против смерти Христа. Господь, да не будет с тобой. Господь мгновенно сразу отреагировал. И говорит, отойди от меня, сатана. Да еще он особенно, ну понять, человеческая жалость. Нас с тобой так хорошо, Господи, и вдруг тебя распнут. Я не против так, ну да не будет. Ты же можешь сделать. 12 легионов, ангелов, ты сам говорил. Отойди от меня, сатана. Я стал думать, а как же дальше? Евреям сказали, что его украли. Когда воины уснули, им дали денег, мы считаем Евангелие. А спустя 6 лет сатана по-другому подошел. А он не умирал. Я понял, это от сатаны. Почему? Там они желали, чтобы он не умирал. А они прямо объявили, что это достигнуто. Он не умирал. Если кто думает беседовать с этими людьми, они говорят, Иса, это пророк, это не Бог. И мне Господь открыл, что это два персонажа, ваш и наш. Между ними 1600 лет. Через другие места Писания, через их. Я нашел это. И теперь они ни один рта не раскрывают. Это другой человек. Я вашу книгу не трогаю, и вы мою не трогайте. По вашей книге пророк, хороший, Иса, но это не Иисус Христос. Наш Иисус Христос, второе лицо Троицы. Наш Иисус Христос, Богочеловек. Наш Иисус Христос умер за нас. Они не хотят ничего слышать. Это я пришел через год целый с ними беседовал. Не просто так, а передо мной прошло в прошлом году 2600, которые эту веру признают. И ни один не считал свою книгу. Ни один. То есть они не знают. Нам сказали Библию, переписывали, каждый раз уменьшали, прибавляли. Ни одна черта иота не пройдет. Вы знаете, вам придется где-то освещаться с этими людьми. Вы знаете, что отвечать? Очень просто. То, в которое у них есть Иса и наш Христос, это абсолютно разные персонажи. Я их не трогаю, не критикую, вы не лезьте в мою Библию. И наконец-то Господь так сделал, они быстро перестали. Зачем ты залез в моего Иисуса Христа трогаешь? На каком основании? И они там сразу выходят или куда-то. Уже обвинение, что Библии искажено нету. Я показываю, откуда у вас написано о том, что нам Всевышний дал Евангелие, и чтобы я по нему жил. Я назову где это написано. Они открывают. И нынче нашелся человек из их среды, который просчитал. Я говорю, так написано? Да, так. Вот и все. Я по нему и поступаю. А по Евангелию жить? Смысл заложен такой. Вы, христиане, что попало делаете? И пьете, и блудите. Я по Евангелию должен жить. И книга его одобряет меня, но при условии, что я буду точно соблюдать заповеди Господни. Я, наконец, дошел до самой точки. И теперь я с ними разговариваю, как будто бы я среди них нахожусь. Уже не противоряющий от ничего. Еще прочитаем. Матфея 10.6 Это в Новом Завете мы смотрим. А идите наипадшим погибшим овцам дома Израилева. Значит, они запомнили правильно? Правильно. И тут еще несколько параллель по Минон. 24, 19, 22. Иеремия 2, 30. Лука 13, 39. Просчитайте-ка. Нет, 18, 33. Лука 18, 33. Еще два места просчитаем. Увидим, как это все. Они же дали обещания. Это их отцы передавали. На косяках писали. На лбу у себя этой специальной коробочкой держали. И будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Это предсказано было. А весь Ветхий Завет, мне сейчас попросили сделать на одной странице, местами Писания, показать содержание всей Библии. Ну, самое короткое сказать. Иисус Христос умер за нас и воскрес. Вот, пророки об этом предсказали. Ну, надо места Писания просто выбрать. Трудо это не составляет. Помолите, чтобы я ничего не пропустил. Еще откроем. Деяние 2, 23. Деяние апостола, 2 глава, 23 стих. Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Вот это напоминание. Там напоминал, что Бог привел вас. И вы что, победили? А кого вы побеждаете? Создателя своего. На кого подняли руку? На Творца Вселенной. На вашего местию, которого вы ждете и примете антихристовое место него. Если ты знаешь, что ты должен все время, каждый день в молитве говорить, просвети этот народ Господи. И остаток спасется. А как? Но если мы будем говорить. Я просто говорю, рассказываю, как ко мне привезли из них одного. И как он через три часа буквально сделал со православным, а потом со священником. Наум Израилевич. Это Господь сделал так, а теперь вся семья от него и так дальше идет. И еще Деяние 3, 14, 15. Но вы от святого и праведного отреклись. И просили даровать вам, человеку-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. Учите своих детей. Умри хоть не один раз, но от Христа не отрекись. Он нас создал. Он нам дал Святую Библию. Дал людей, которые перевели. Дал нам храм, дал священника. Мы окружены и плывем в этой благодати. Как пророку одному было сказано. Там поток из-под храма шел. Он сначала пощихал, потом руки раскрыл и поплыл. Это к нам относится. Мы не можем назвать конкретно сейчас, что тебе надо, чего тебя нет. Господи, сверх всякой меры. Хоть за стол садишься, хоть молиться, хоть разговаривать. Такие Бог дал нам откровения. И Иоанна Златоуста, и каноны церкви. И все у нас. Поэтому наполнить надо уста наши благодарности. Не просто дай, дай. А мы благодарим Тебя и славу Господи. Народ израильский нарушил обещание, данное Богу. Да не будет этого с нами. Да обратится этот народ. Да познает Христа, единого вечного спасителя мира. Мира. Тем более. А какое преимущество быть иудеем? Тем, что им верено Слово Божие. Как бы ни это, у нас бы его не было. Богу нашему слава. Во веки веков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...